Здравия, соратники! И сегодня я расскажу вам о замечательном месте в Турции, называется Памуккале. Оно известно прежде всего как туристический центр, где находятся прекрасные источники, очень-очень соленой и насыщенной кальцием воды. Но меня это интересует немножко с другой стороны. Да, когда я там был, я покупался в этих источниках, удивился, откуда столько намыло кальция. Ну, это немножко другой вопрос. Нас меньше интересует геология. Точнее, меня вообще наплевать на геологию, если это не связано с темой освобождения и победы над врагом. Поэтому, собственно, да, посмотрел я на этот кальций, посмотрел на эти замечательные террасы, которые намыли, поплавал, поплескался, ноги помочил и так далее. Не суть. Помимо этой красоты, там есть что-то, что реально меня интересует. Вот это развалины так называемого греческого города античного, который почему-то частично оказался немножко оплавленным. Смотрите, как сплавлено всё. Что это может быть? Я понял, что это последствия ядерного взрыва. Поэтому я не пошёл купаться, а пошёл исследовать развалины. Вот эти мегалитические развалины, вот эти, с одной стороны, оплавленные и явно вылитые куски мегалитов. Очень интересные узоры, похожие на русские. Вот это явно следы заливки. Вот это явно следы оплавления. Вот это явно следы вспучивания. Это тоже та же самая пена. Понятно, откуда шёл ядерный взрыв. Вот тут с одной стороны точно оплавление. Потому что это не может быть грибок с одной стороны. Вот в этом музее интересные статуи, но о них потом. Вот явные примеры. Я даже поснимал оплавлений. Оплавлений с одной стороны. И вот интересный-интересный пример. Об этом чуть позже. Интересно, что могло вот именно так оплавить. Вот это, наверное, выжившие сделали, пытаясь как-то получить энергию. Это как сейды, примерно, как дольмены. Вратак раскиданы взрывом. А вот это замечательный пример замечательного устройства, которое ещё не разрушено взрывом. И вот это замечательный пример того, как шла волна. То есть срезали. Вот явно в центре был штырь. Это следы заливки, значит, искусственная колонна была. И её как срезало. С одной стороны, вы видели, тёмное. И вот так, вот так сверху, тёмненькое, могло быть оплавлено только ядерным взрывом. Собственно, это то, что я вам хочу показать. Это следы оплавления. То есть, по Муккале было уничтожено ядерным взрывом. Почему-то все говорят о Махенджедаре. Никто не говорит о Памуккале. Это явный пример того, как... Там видно, где был ядерный взрыв, где был эпицентр. Как кубики, как ребёнок кубики раскидал огромные мегалиты по всей долине. Вот тут тоже следы оплавления. Вот это явный пример генератора, акустического генератора, который фокусировал в одно место все инфразвуковые колебания. И, в общем-то, вся долина – это явный яркий пример того, как был нанесён ядерный удар и снесён весь этот город с лица Земли. Там на каждом шагу буквально следы ядерного удара. Нам говорят, что это землетрясение. Но это чушь полная, абсолютная. Потому что вот так землетрясение не может разнести колонны в пыль, стереть буквально в камни, в порошок. И не может оплавить с одной стороны, как я вам показывал. Посмотрите ещё раз. Очень замечательный пример того, как нам врёт официальная история. Вот так срезать колонны мог быть только ядерный взрыв. Никакое землетрясение. Посмотрите на эту красоту. Посмотрите на то, чего мы лишились. Посмотрите на эти остатки приборов акустических, которые получали энергию. На все эти замечательные технические устройства. Пусть и большие волноводы, резонаторы и так далее. Всё это я разбирал на самом деле. Вот это вот как бункера какие-то. И всё это имеет следы оплавления и следы ядерного удара. Буквально на каждом шагу. Если будете в Турции съездить туда, не пожалеете. В общем-то всё, что я хотел сказать на сегодня. Спасибо, соратники. Добра и до новых встреч.